здравствуйте дорогие друзья на этот раз мы поговорим о таком процессе как регенерация а также о двух близких друг другу понятиях об организации и склерозе в целом важность этих процессов сложно переоценить поскольку процесс регенерации сопровождает нас на протяжении всей жизни как физиологических условиях так и при развитии различной патологии итак давайте начнем с определения регенерация представляет собой восстановление клеток клеточных ультра структур тканей замен утраченных результате их физиологической гибели или в результате патологического процесса также как и другие компенсаторно приспособительные процессы регенерация может наблюдаться на различных уровнях структурной организации на субклеточном клеточном тканевом и наконец органном уровне при этом следует помнить что как гласит одно из правил эволюционной теории чем выше уровень организации тем менее выражены его регенераторные способности в связи с этим у человека к сожалению регенерация на органном уровне отсутствует в принципе и наибольший уровень структурной организации который способен к регенерации это тканевой уровень да и то далеко не во всех тканях таким образом все-таки основными структурными уровнями организации в отношении регенерации у человека нужно считать субклеточный и клеточный уровни опять же в зависимости от уровней структурной организации существует несколько видов регенерации. Это клеточная регенерация, которая позволяет восстановить утраченные клетки с сохранением в ряде случаев тканевых взаимоотношений. Внутриклеточная регенерация, то есть регенерация, происходящая на субклеточном уровне и позволяющая восстановить структуру и жизнедеятельность клеток в состоянии обратимого повреждения. И, наконец, смешанный вариант регенерации. Возникает вопрос, от чего будет зависеть, какой вид регенерации будет наблюдаться в тех или иных органах и тканях. В первую очередь, это зависит от способности определенных клеточных популяций к пролиферации. И согласно этому критерию выделяют лобильные клетки, основными представителями которых являются эпителиальные клетки и клетки-предшественники гемопоэтических органов. Данные клетки способны к активному делению и возобновлению своей популяции как в норме, так и в условиях патологии. Следующей разновидностью клеток являются стабильные клетки, представленные в основном специализированными клетками паренхематозных органов и клетками мезинхемального происхождения. Данные клетки характеризуются в целом низкой пролиферативной активностью, однако при воздействии определенных факторов, о которых мы поговорим далее, способны к резкому повышению методической активности. Наконец, существуют популяции так называемых статических или перманентных клеток. Примерами подобных клеток являются высокодифференцированные клетки, которые встроены в сложную систему межклеточных взаимоотношений, например нейроны или кардиомиоциты. Согласно классическим представлениям, данные клетки не способны в постнатальном периоде к самовозобновлению своей популяции, т.е. регенерации. Если таковое происходит, ограничивается лишь обновлением и восстановлением внутриклеточных ультраструктур. При этом существуют и современные данные, которые указывают, что и данные популяции клеток при определенных условиях и в определенных местах способны к активной пролиферации. Таким образом можно сделать краткий вывод, что чем выше дифференцировка клеток, тем ниже их методическая активность и тем менее вероятна клеточная регенерация. В случае перманентных клеток возможна лишь внутриклеточная регенерация, потенциал которой очень ограничен. В качестве наглядного примера представлены две ситуации с практически одинаковым по степени интенсивности действием повреждающего фактора. И в том и в другом случае данные изменения могли бы быть связаны с действием, например, механического фактора. Однако вы понимаете, что в случае со ссадиной на коже регенераторный потенциал эпителя достаточно высок и при неглубоком повреждении позволяет полностью восстановить ткани за счет клеточной регенерации. В другом же случае повреждение головного мозга является необратимым и фатальным. Хотя конечно пример возможно не очень удачный, учитывая различную функциональную нагрузку и значение для жизни деятельности с одной стороны кожи, а с другой стороны головного мозга. Следует сказать, что регуляция клеточных популяций в тканях определяется скоростью клеточной пролиферации, дифференцировки и смерти клеток путем оптоза. При этом увеличение числа клеток может быть следствием или повышенной пролиферации или сниженной иллюминации данных клеток. При этом источником регенерации на клеточном или тканевом уровне являются стволовые или прогениторные клетки, так называемые клетки-предшественники, которые в настоящее время идентифицированы практически во всех органах и тканях, включая кожу, печень, легкие, миокард и даже в головном мозге. Ключевыми же факторами, которые запускают и регулируют процесс регенерации последствий различных сигнальных путей, являются различные факторы роста и факторы микроокружения, включая так называемый внеклеточный матрикс. Успехи современной медико-биологической науки в идентификации и изучении факторов роста, а также роли микроокружения и внеклеточного матрикса привели к возникновению и соответствующему бурному развитию целого отдельного направления регенераторной медицины, когда с использованием стволовых клеток, определенных факторов роста и специально подготовленных матриц, ученые всего мира пытаются воссоздать тканевые или даже органные структуры. Что касается кожи, стволовые клетки или клетки-предшественники расположены в трех различных участках эпидермиса, выпуклой части волосяного фолликула, на межфолликулярных участках поверхности эпидермиса, в его базальных отделах, а также в сальных железах. Для иммунофинотипирования данных клеток, конечно, применяется целая панель иммуногистохимических маркеров и на данной фотографии представлен один из них, так называемый цитокератин-15. Положительная иммуногистохимическая реакция в данном случае проявляется в виде интенсивного коричневого цитоплазматического окрашивания. Стволовые клетки или клетки-предшественники в печени находятся в так называемых каналах Геринга, соединяющих систему желчных протоков с гепатоцитами паренхимы печени. Клетки данной ниши могут давать начало популяции клеток-предшественников, известных как бипатентные клетки-предшественники. Они способны дифференцироваться как в гепатоциты, так и в эпителии желчных протоков. Как и в других случаях, для точной идентификации данных клеток существует несколько иммуногистохимических маркеров, один из которых в частности цитокерокин-7 представлен на данной микрофотографии. Экспрессия данного маркера в норме наблюдается в эпителии желчных протоков, однако как видно в данном случае присутствует и в небольшом количестве клеток между гепатоцитами. Если с популяциями, характеризующимися в той или иной степени выраженности клеточной регенерацией более или менее все понятно, то как же обстоит дело со статическими или перманентными клетками? В не столь давних исследованиях было установлено, что в головном мозге взрослых людей все-таки происходит нейрогенез из нейрональных стволовых клеток. Таким образом, теория, что у взрослых млекопитающих, включая человека, в норме нервные клетки не образуются, теперь признано неверным. Нейрональные стволовые клетки или нейрональные клетки-предшественники, способные образовывать нейроны, а также клетки глии, были обнаружены в основном в двух областях человеческого мозга – в субвентрикулярной зоне и в зубчатой извилине гиппокампа. И на данной микрофотографии как раз и представлены клетки, характеризующиеся пролиферативной активностью. Несмотря на это, все-таки следует признать, что регенераторные возможности центральной нервной системы очень ограничены, хотя бы потому, что данные клетки выявлены в двух очень ограниченных участках головного мозга, что наглядно демонстрирует тот неврологический дефицит, который развивается при поражении различных отделов головного мозга. Однако, безусловно, выявление данных клеток открывает широкие перспективы перед регенераторной медициной. Как уже было сказано ранее, одним из ключевых факторов, которые принимают участие в процессах регенерации, являются факторы роста. Существует множество подобных факторов роста, среди которых эпидермальный фактор роста, фактор роста гепатоцитов, сосудистый эндотелиальный фактор роста, фактор роста фибробластов, трансформирующие факторы роста и т.д. Многие из данных факторов продуцируются клетками мезинхимального происхождения, макрофагами или лимфоцитами, что в очередной раз подчеркивает важность клеточных и внеклеточных компонентов микроокружения. Данные факторы через различные сигнальные пути активируют пролиферацию соответствующих клеточных популяций, стимулируют миграцию клеток, ангиогенез, продукцию компонентов средиственной ткани и т.д. Регенерация зависит не только от активности растворимых факторов роста, но и от взаимодействия между клетками и компонентами внеклеточного матрица. Само по себе микроокружение регулирует рост, пролиферацию, миграцию и дифференцировку клеток предшественников. Какие же основные функции выполняет микроокружение? В первую очередь механическая поддержка и выполнение роли каркаса. Также микроокружение осуществляет контроль клеточного роста, содействие и контроль дифференцировки клеток, а также формирует микроокружение и участвует в предоставлении различных сигнальных молекул. Переходя к основной классификации регенерации выделяют физиологическую, патологическую и репаративную регенерацию. Давайте по отдельности более подробно рассмотрим каждый из этих видов регенерации. Итак, физиологическая регенерация. Данный вид регенерации представляет собой восстановление тканей, клеток или внутриклеточных структур после их разрушения или изнашивания в норме, то есть в процессе жизнедеятельности организма. При этом физиологическая регенерация сопровождает нас на протяжении всей жизни, реализуясь как на клеточном, так и на субклеточном уровне. Патологическая регенерация или гисрегенерация характеризуется нарушением смены фаз пролиферации дифференцировки клеток, что ведет к избыточному или недостаточному образованию структуры, генерирующей ткани, то есть сопровождается гипер- или гипорегенерацией. В качестве основных причин нарушения процессов регенерации можно назвать изменение реактивности организма, нарушение хематаксиса и фагоцитоза, нарушение иммунного гомеостаза, нарушение межклеточных взаимодействий, а также нарушение со стороны нервной и гуморальной регуляции. С данных позиций такие процессы как метаплазия и дисплазия, о которых мы говорили ранее, можно отнести к проявлениям дисрегенерации, что ставит данный процесс на одно из центральных мест развития процессов хронического воспаления, прогрессирующего склероза и опухолевых поражений. В качестве одного из проявлений патологической регенерации или дисрегенерации в сторону избыточного процесса выступает образование так называемых килоидных рубцов, то есть рубцов, которые выступают над поверхностью кожи и имеют, как правило, чрезмерную пигментацию. Помимо эстетического дефекта, килоидные рубцы зачастую представляют собой источник развития опухолевых процессов. Микроскопический килоидный рубец в своей основе имеет значительное разрастание грубоволокнистой соединительной ткани с наличием гибертрофированных пучков соединенотканных волокон, представленных в виде эозинофильных масс в дерме. Противоположным явлением является патологическая регенерация или дисрегенерация с ослаблением регенераторных процессов. Одним из подобных проявлений могут служить так называемые трофические язвы на коже, которые периодически инфицируются и не заживают на протяжении длительного периода времени. Наконец, репаративная регенерация. Это, пожалуй, наиболее важный вид регенерации с точки зрения патоморфологии, так как именно репаративная регенерация отвечает за восстановление утраченных клеточных или тканевых структур в результате их повреждения, то есть в результате действия повреждающего фактора. Выделяют полную регенерацию или реоституцию, когда происходит замещение участка поврежденной ткани на ту же ткань, которая идентична погибшей. А также может быть неполная регенерация или субституция, когда поврежденная ткань замещается на неидентичную, как правило, соединительную ткань. В отношении субституции это правило действует повсеместно, за исключением, пожалуй, центральной нервной системы, где происходит образование не соединительнотканного, а глиального рубца. В данном случае представлен пример как реституции, то есть полная регенерация, так и субституции, то есть неполная регенерация. На верхнем схематическом изображении представлен участок стенки кишки с язвенным дефектом. При этом нужно помнить, что эпителиальная выселка слизистой оболочки представлена лоббильными клетками, то есть клетками, способными к клеточной регенерации, то есть к полному восстановлению своей популяции, идентичной и утраченной. Подлежащие слои, подслизистая оболочка и мышечная оболочка, представлены клетками мезенхимального происхождения, которые относятся уже к стабильным клеткам и не характеризуются столь активной пролиферацией, как эпителий. Таким образом, в результате заживления язвенного дефекта в области слизистой оболочки наблюдается полная регенерация, то есть реституция, а в подслизистом и мышечном слой кишки неполная регенерация или субституция с образованием соединительнотканного рубца. Ярким примером неполной регенерации является и повреждения перманентных клеток, в данном случае кардиомиоцитов при развитии ишемического некроза, то есть инфаркта миокарда. Формирующийся на месте повреждения соединительнотканный рубец выглядит в виде плотных тяжистых образований белисовато-серого цвета. Микроскопически в данной ситуации наблюдается разрастание компонентов грубоволокнистой соединительной ткани между отдельными пучками сохранившихся кардиомиоцитов. Если то, по какому пути будет протекать регенерация в тканях с лобильными и перманентными клетками более-менее понятно, то что же происходит при повреждении органов и тканей со стабильными клетками, которые хоть и не обладают выраженной пролиферативной активностью, но все же при определенных условиях способны к методическому делению и возобновлению клеточной популяции за счет активации клеток предшественников. Как уже упоминалось ранее, регенерация зависит от взаимодействия между клетками и компонентами внеклеточного матрица. При поражении лишь паренхематозных клеток и сохранном микроокружении возможна полная регенерация или реституция, тогда как при поражении и клеток и экстрацеллюлярного матрица, как правило, наблюдается неполная регенерация с образованием рубцовой ткани, то есть субституция. И на этой схеме представлено две ситуации. В первом случае, при повреждении лишь гепатоцитов и относительно интактном микроокружении, возможно полная регенерация или реституция с восстановлением структурно-функциональной организации печеночной дольки. Во втором же случае, когда повреждения носят глубокий и обширный характер с нарушением как паренхематозных клеточных элементов, так и стромы, наиболее вероятным исходом и вариантом регенерации будет неполная регенерация или субституция с разрастанием грубоволокнистой соединительной ткани. Далее давайте кратко поговорим о заживлении ран, которое выступает в качестве частного вида регенерации. Выделяют четыре основных типа заживления ран. Это непосредственное закрытие дефекта эпитериального покрова, это заживление раны или эпитализация под струпом, а также заживление ран первичным натяжением и заживление ран вторичным натяжением. Непосредственное закрытие дефекта эпитериального покрова представляет собой простейшее заживление, которое заключается в наползании эпителя на поверхностный дефект и закрытие его эпитериальным слоем. Подобный вид заживления является отражением по сути полной регенерации эпителя, имеет место при незначительных и неглубоких ранах кожи, то есть, например, при ссадинах кожи. Второй вид заживления, то есть эпитализация под струпом, также является одним из наиболее благоприятных. Заживление раневого процесса начинается свертыванием излившейся крови или лимфы, которая подсыхает с образованием струпа или корочки, с последующей быстрой регенерацией эпидермиса и отторжением струпа. Наконец, при более глубоких ранах может наблюдаться заживление либо первичным натяжением, либо вторичным натяжением. Следует понимать, что первичным натяжением заживают небольшие раны с ровными краями, например, резаные, в том числе хирургические раны. При этом края этой раны должны быть ровными и близко располагаться друг к другу. Также в ране не должно быть большого количества некротических масс, не должно быть инородных тел или обширного микробного обсеменения. В отличие от этого, если рана имеет значительный размер, ее края неровные, то есть рана, например, рубленная, укушенная, размаженная и так далее, присутствует в ране значительное количество некротического детрита, присутствуют инородные тела и большое количество микроорганизмов, то тогда подобная рана заживает так называемым вторичным натяжением. Давайте более подробно разберемся с каждым из данных видов заживления ран. Итак, заживление раны первичным натяжением. Как уже было сказано, рана должна быть небольшой, с ровными краями, без значительного количества некротических масс и загрязнения. Общая продолжительность периода заживления подобных ран составляет около 7-10 дней и в целом наблюдаются следующие фазы. Это гемостаз в ране и удаление некротического детрита за счет мигрирующих в рану нейтрофилов и макрофагов. После того, как рана очищена, в нее начинает врастать грануляционная ткань с ее последующим созреванием в рубцовую ткань. В дальнейшем происходит сокращение или ретракция, и уплотнение рубца, и эпителизация поверхностного дефекта. Течение процесса заживления подобных ран, как правило, не осложненное, в отличие от заживлений ран вторичным натяжением. Заживление ран вторичным натяжением наблюдается в глубоких обширных ранах с неровными краями и большим количеством некротических масс и с наличием обширного загрязнения. В целом, наблюдаются те же этапы, однако с некоторыми отличиями. В чем же заключаются отличия от первичного натяжения? Во-первых, вследствие обилия некротических масс, наличия инородных тел и микроорганизмов, процесс первичного очищения раны является неэффективным, то есть нейтрофилы попросту не способны пагацитировать весь тот детрит, который содержится в ране. Таким образом, нейтрофилы накапливаются и погибают в ране, то есть фактически наблюдается развитие гнойного воспалительного процесса. Именно поэтому заживление раны вторичным натяжением называют еще заживлением через нагноение. Врастание грануляционной ткани и ее созревание в гной невозможно, поэтому для этого необходимо так называемое вторичное очищение раны от гнойного эксудата, то есть так называемое выгнивание ран. И лишь потом постепенно врастает грануляционная ткань, которая созревает в значительный, деформирующий и обезображивающий рубец. Естественно, сроки заживления раны при данном виде значительно удлиняются. Именно поэтому в хирургической практике проводят так называемую первичную хирургическую обработку ран. В том числе иссякая рану, удаляя хирургическим путем некротический детрит и загрязнение, делая рваную или укушенную рану резаной раной с ровными краями с их последующим ушиванием. То есть фактически первичная хирургическая обработка переводит рану из состояния заживления вторичным натяжением в состояние, при котором возможно заживление первичным натяжением. Говоря о заживлении ран, да и в целом, говоря о процессах регенерации, в частности о неполной регенерации или субституции, невозможно обойти стороной такое понятие как грануляционная ткань. Данная ткань представляет собой богатую сосудами и молодыми клетками соединительную ткань. Она образуется при заживлении ран или вокруг участков некроза с последующим ее созреванием и формированием рубца. Макроскопически грануляционная ткань является мягкой и пестрой розового цвета из-за наличия многочисленных сосудов микроциркуляторного русла. Микроскопически отмечается множество капилляров, окруженных недифференцированными клетками соединительной ткани. Пролиферирующие молодые клетки соединительной ткани являются метаболически высокоактивными, с большими ядрами видимыми ядрышками, присутствуют фигуры метоза. Также выделяют слои грануляционной ткани, это поверхностно-ликоцитарно-некротический слой, слой поверхностных петель, слой вертикальных сосудов, слой вертикально расположенных фибробластов, слой горизонтально расположенных фибробластов и наконец слой зрелой фиброзной ткани. Макроскопически грануляционная ткань представлена обилием выступающих зернистых образований, которые имеют ярко-красный цвет. Ключевыми особенностями все-таки грануляционной ткани является большое количество молодых клеток соединительной ткани, в том числе фибробластов и миофибробластов, обилие сосудов микроциркуляторного русла, которые, как правило, имеют параллельное расположение по отношению друг к другу и, наконец, наблюдается в той или иной степени выраженности воспалительная инфильтрация, представленная в основном нитрофилами и макрофагами. Подобная картина грануляционной ткани является неспецифической и в равной степени распространяется вне зависимости от локализации и причины, вызвавшей повреждения. Переходя к двум близким друг к другу понятиям, организации и склероза, начать нужно опять же с определений. Итак, организация – это процесс замещения соединительной тканью нежизнеспособных тканей или тромбов. В свою очередь, склероз – это патологический процесс, связанный с уплотнением внутренних органов, сосудов, стромы в связи с избыточным диффузным или очаговым разрастанием плотной волокнистой соединительной ткани. Таким образом, нужно понимать четкое разграничение между организацией и склерозом. Например, не бывает организации легких, как и не бывает склероза тромба. В данных случаях говорят о пневмосклерозе и, соответственно, о организации тромба. В качестве состояний, связанных со склерозом, выделяют еще несколько терминов. Это фиброз, то есть умеренно выраженный фиброз без выраженного уплотнения ткани, хотя на самом деле четкого разграничения этих понятий не существует. Цирроз – это выраженный склероз с деформацией и перестройкой органа. И, наконец, рубец, то есть локальный очаг склероза, замещающий раневой дефект или фокус некроза. В качестве основных причин развития склероза или организации выделяют следующее. Склероз, как исход воспаления различного генеза. Склероз, как исход системной дезорганизации соединительной ткани, которая может быть местной или локальной. Заместительный склероз, как исход некроза и атрофии, в результате, например, нарушения кровообращения. Формирование рубцов в результате заживления раневых и язвенных дефектов. А также организация тромбов, гематом, фибринозных наложений с последующим образованием спаек и возможной облитерацией сирозных полостей. На данной схеме в очень упрощенном виде представлен патогенез склероза или фиброза в исходе воспаления. Как видно, данный процесс является комплексным и опосредуется различными цитокинами. Изменением активности металлопротеина с одной стороны и повышенной секрецией определенных факторов роста с другой. В качестве иллюстрации склеротических изменений, приобретающих значительную степень выраженности, на данном микропрепарате представлен участок печени в состоянии цирроза. Препарат окрашен трихромом по масону и пучки соединенной ткани, представленные структурами ярко-синего цвета. При этом гепатоциты проявляют выраженные регенераторные способности, активно пролиферируют, образуя так называемые ложные доли. Конечно, более подробно о том, что такое цирроз печени и что происходит при этом, мы поговорим уже в последующих видео, посвященных частной патологии. Итак, давайте подытожим. Регенерация представляет собой процесс восстановления клеток, клеточных ультраструктур или тканей, взамен утраченных в результате их физиологической гибели или в результате патологического процесса. Регенерация может быть физиологической, патологической и репаративной, а также в зависимости от особенностей конкретных клеточных популяций, может быть клеточной с восстановлением утраченной ткани, внутриклеточной с восстановлением обратимо поврежденных клеток и смешанной. Репаративную регенерацию, то есть регенерацию в условиях действия повреждающего фактора, делят на полную и неполную, или реституцию и субституцию. Реституция заключается в восстановлении аналогичных клеточных и тканевых структур взамен утраченных. Субституция же характеризуется замещением поврежденных клеток или тканей на неидентичную ткань, как правило, соединительную. Заживление ран рассматривают в виде частного случая регенерации и выделяют заживление путем прямой эпителизации, путем эпителизации под струпом, а также заживление ран первичным и вторичным натяжением. Организация представляет собой процесс замещения соединительной тканью нежизнеспособных тканей или тромбов. Склероз представляет собой патологический процесс, связанный с уплотнением внутренних органов, сосудов или стромбов в связи с избыточным диффузным или очаговым разрастанием плотной волокнистой соединительной ткани с формированием рубца, фиброза или цирроза. В целом, процесс организации склероза можно рассматривать в ряде случаев в качестве компенсаторно-приспособительной реакции, а в ряде случаев в качестве репаративной регенерации, в частности, субституции. Субтитры создавал DimaTorzok